Бесплатные вебинары для руководителей Эксперты по построению бизнеса расскажут Новые сценарии онлайн-продаж Современные возможности интернет-маркетинга Как продавать в соцсетях и мессенджерах Как контролировать сотрудников на удаленке И как организовать онлайн-офис Делайте бизнес прибыльным для себя И надежным для своего клиента Добрый день, доброе утро, дорогие друзья Рады вас видеть Сегодня наш вебинар И для начала сейчас мы пригласим Марину Вострикову В эфир нашего эксперта Для начала пара технических вопросов Марина, привет, отлично вы выглядите Привет, привет, как настроение? Отличное настроение, рада видеться Супер Коллеги, сейчас пара технических вопросов Напишите в чат, видно нас, слышно нас Возможно, у вас есть какие-то пожелания, теплые слова Возможно, уже есть вопросы, которые вы хотите задать Чтобы мы озвучили сегодня на эфире Спросили Марину О чем мы поговорим? Сегодня сервис как стратегия бизнеса Поговорим мы на очень интересную тему Марина, поправь меня, если я не прав Но мы поговорим сегодня в первую очередь О внутреннем клиенте О том, как построить вот эту клиента-ориентированность в компании И к чему это в итоге приведет у бизнеса Правильно ли я понимаю? Да, слушай, мы будем сегодня говорить о теме Видишь суслика, его нету Вот кажется, что тема вроде как у всех должна быть Но не всегда работает Поэтому будем и о философских вещах немножко И очень о практическом Да, в первую часть Марина вот расскажет как раз вот эту животрепещущую тему И во второй части уже подключусь я И мы расскажем уже про инструментарий Bitrix24 Что там позволит эту самую клиента-ориентированность построить И внутреннюю, и чуть-чуть зацепим, конечно, внешнюю Для работы с клиентами Поэтому вот такие у нас будут две части Будет очень интересно В любой момент можете писать вопросы У Марины мы обязательно остановимся после вебинара Там будет целый блок вопросов, когда мы все это озвучим Что-то, возможно, мы озвучим в эфире Что-то мы ответим прямо в чате Поэтому ни в чем себе не отказывайте Задавайте вопросы Кроме того, на вебинаре работают наши партнеры Компания Аник Поэтому если у вас есть какие-то вопросы Они тоже подключатся, ответят И вы обязательно не останетесь без внимания Что ж, Марина, я тогда предлагаю начинать Сейчас я вывожу презентацию Да, давай уже Все, теперь я покидаю эфир И полностью отдаю вас в нежную руку Мысленно с нами, Саша же, да? Конечно, конечно Еще раз, друзья, всем доброго утра Рада вас приветствовать Если кто-то знаком со мной лично Пожалуйста, поставьте какой-то знак в чате Я буду очень рада Это поддерживают всегда в таких эфирах А если мы еще не знакомы То я обязательно с вами познакомлюсь Оставлю свои контакты Если тема затронет И вы захотите узнавать про нее больше То, безусловно, так оно и будет Я пишу блог Буду помогать вам разбираться глубже с темой Потому что те, кто интересуется сервисной стратегией Это для меня очень близкие люди Мы единомышленники Давайте вместе двигать, развивать эту тему И сегодня углубимся именно действительно Про внешнего клиента Мы говорили в прошлый раз Есть запись В этот раз про внутреннего клиента И да, запись тоже будет Давайте начнем Сегодня длинное слово Буду упоминать не один раз Клиентоориентированность Но буду иметь в виду именно сотрудников И ваших коллег Да, коллеги мои, пожалуйста, дайте запись Если будет возможность на прошлое level up Мы там говорили о сервисной стратегии Про то, как строить вовне Вот я на нее буду иногда ссылаться И она нам пригодится потом Итак, как создать внутреннюю клиентоориентированность Давайте посмотрим Но сначала коротко обо мне У меня действительно много теоретических знаний Но все, о чем я вам буду рассказывать Оно построено на практических навыках И на опыте в компании, в том числе Bittrex Я уже 4 года здесь Это огромное счастье Сегодня ровно 4 года, как я переехала в прекрасный город Калининград Тоже безумно счастливо И одна из моих компетенций Это не только построение управления дистанционными командами А еще развитие сервисной стратегии организации И вот так оказалось, что когда я углублялась в эту тему Сегодняшнее самое важное оказывается То есть то, как вы работаете с командой Или с вашими коллегами из других подразделений Является основой всех ваших внешних действий И непосредственно отражается на клиентах Я веду профессиональный канал в Телеграме Здесь вот есть ссылочка для вас Ну и есть Инстаграм, в котором тоже много профессионального Поддавайте дружить домами Подписывайтесь Буду рада новым темам, заявкам от вас Сегодня мы обсудим Насколько тема клиентоориентированности связана с бизнесом Затем мы посмотрим, а вообще кому это нужно Может быть это кому-то не актуально Дальше практические советы Как именно создать клиентоориентированную компанию И мои рекомендации из практики Обязательно будет время на вопросы Поэтому копите их Их можно задавать в чате здесь А потом в дальнейшем мы можем обсудить в конце моей презентации Уже голосом какие-то вопросы тоже Поехали На самом деле проблематика-то серьезная Кажется, что может это вас не касается Но я прям советую внимательно сейчас послушать эти два слайда Если вы там отвлеклись даже Посмотрите, если вдруг вы встречаете плохие отзывы о себе Это вас касается тема Если у вас есть ротация и люди уходят, увольняются от вас Если вы сталкиваетесь и тушите пожары конфликтов, ссоры Или кто-то начинает какие-то сплетни Это тоже тогда тема, которая вам актуальна Если вы сами иногда допускаете шантаж, угрозы Какие-то действия, которые называются манипулятивными Или неэтичное поведение Если вы вдруг такое делаете То, наверное, тоже стоит задуматься, как поменять свое поведение Ну и если у вас есть культура, что вы о ком-то говорите плохо К сожалению, это тоже тогда не про клиента-ориентированность Еще если у вас вдруг большая компания и вы решаете совместные задачи Но есть конфликты с другими коллегами в соседних отделах Если ваши задачи откладываются на полочку и решаются когда-нибудь Если ваши коллеги вам что-то обещают, а потом это не происходит То есть невыполненные обещания Если с тайм-менеджментом у вас плоховато И срываются сроки событий, мероприятий, задач Это тоже важно Но если вы просто просыпаетесь утром, а на работу-то не хочется Вот это самое печальное То есть когда не горит вот эта энергия, что вы делаете что-то важное И кажется, что вы приходите только за деньги Вот все это признаки того, что пора что-то менять И тема актуальна по одной простой причине У нас в 2020 году было много изменений И сейчас нас то сажают на карантин То маску заставляют одевать все чаще и чаще Но по факту мы несемся вперед Компании меняются Государство что-то нам диктует Клиенты нервничают Но основа, вот это внимательное отношение к коллегам и сотрудникам Оно остается незыблемым И те, кто сумеют сохранить это в любых условиях Стабильность человеческую Эти люди будут более устойчивыми Именно лет на 20 вперед Вот такой мой прогноз То есть то, что происходит вокруг Не должно касаться вас С точки зрения базовых принципов В любой обстановке можно оставаться человечными И очень аккуратно Если ситуация даже сейчас не очень Можно это изменить Вот будем разговаривать как Есть пирамида сервисного подхода На чем, собственно, основывается Ваше знание о клиентах Ваша стратегия сервисная Вот если у вас есть и устойчивость И доступность И автоматизация знаний о клиентах Вы хорошо обладаете знаниями Как строить сервисную стратегию И в центре этой пирамиды команда То есть вот такая основа Которая спаивает все Примерно все Вот поэтому мы в прошлый раз Вот презентация, на которую я ссылаюсь Говорили о других факторах А вот сегодня мы только про команду Посмотрите То есть в центре вашего подхода Должна быть команда Дальше Насколько клиента ориентированность Это вообще про бизнес Да, это про бизнес Почему? У нас есть два аспекта Построения сервиса в организации Снаружи мы занимаемся клиентами Стратегией Пишем какие-то очень важные документы Придумываем план захвата мира А внутри Вот это как раз Вы строите процессы Коммуникации Культуру И используете нужные инструменты Для управления командой И вот сегодня Про весь левый блок Давайте посмотрим Если у вас есть Клиента ориентированная культура То ваши вопросы Действительно решаются быстрее Вам надо прикладывать Все меньше и меньше усилий Чтобы, знаете Преодолевать какие-то барьеры Вот это самый, наверное Главный плюс Вам начинают помогать Совершенно неожиданно И с разных сторон Те люди, которые никогда Не включались раньше Или ваши сотрудники делают Что-то сверх того Что вы им поручили Просто потому что им хочется С хорошей обстановкой Действительно требуется Меньше усилий И ваша команда Это то, что не украсть Вот можно говорить о том Что у вас хантят людей Забирают соседи Более продвинутые компании Но если сплоченная Именно команда То поверьте Всю команду уводят реже Более того Если команда Привержена вам Как лидеру Как руководителю Они еще сто раз подумают Чтобы уйти От такого Невероятного лидера Ну и у вас меньше Каких-то операционных Провалов будет Ну а вследствие Всего того Что вы будете строить У вас будут И платящие клиенты И рост удовлетворенности И много всего того Что я написала На слайде То есть вы будете Видеть результат Для бизнеса Давайте Тогда проверим Факты Всегда подтверждает Статистика И вот здесь Она тоже вам Довна Помочь Мы знаем Что вероятность Продать существующему клиенту Гораздо проще Чем новому Но по моим наблюдениям Новый Пришедший К компанию Человек Существующему клиенту Который с вами Все время Продает хуже Его клиент Еще не знает Его надо еще Познакомить С клиентом И вот этот процесс Это как раз Вот сложность Для вас может быть Поэтому Лояльная Существующая Команда Продает Существующим Клиентам Проще И быстрее Это прям постулат И только Довольный Внутренний Клиент Может сделать Радость Счастье Для внешних Клиентов То есть Если ваш Сотрудник Лучится Светится И хочет Дарить тепло Это почувствует Ваш клиент И он вернется Даже за этой эмоцией Почему продавать Долго И удерживать легче Ну Просто потому Что это Как бы по умолчанию Происходит Вы приходите на работу Ваша команда Знает Что вы делаете Хорошее дело Зарабатываете Все заряжены Именно на успех И клиенты Начинают возвращаться Тоже по умолчанию То есть Повторно продавать И удерживать Легче Вместе Не одному Не силой лидера А силой команды Лояльные сотрудники Больше заботятся О вас В том числе И о вашей компании О вашем отделе Если вы линейный руководитель И они Реже Увольняются Есть Свыше Ста факторов Как замотивировать Сотрудника Без денег То есть Чтобы он Не только за деньги Ходил на работу Но по факту Действительно Если подумать Мы ценим Совсем не только деньги Нам важно Как к нам относятся Нам важно Насколько мы растем Внутри Нам важны Просто банально Человеческие отношения И вот это все Можно строить Каким компаниям Нужна клиентоориентированность Этот вопрос Тоже очень вечный И актуальный На самом деле Всем Всем компаниям Нужна клиентоориентированность Но Иногда Есть точка зрения Что Очень быстро Растущим стартапам Она не нужна То есть Тем Кто несется Вперед Завоевать мир И не сильно Думает о людях Друзья Мне кажется Что даже Таким стартапам Это очень важно Поэтому я здесь Написала Тезис Всем Может быть У вас есть Другое мнение Вы найдете Какие-то исключения Каким-то госучреждениям Налоговой Не нужна Клиентоориентированность Но я сейчас Немножечко шучу Всем нужна Только Закрывшимся Компаниям Наверное Она не пригодится Как создать Клиентоориентированную Компанию Вот это Философский вопрос На самом деле Это не создается За один день То есть те процессы Которые мы можем строить Они будут работать Там через несколько лет В итоге Они дадут вам результат Какой-то там Через несколько месяцев Но основу вы создаете На годы Вперед Но я буду говорить О том Что все равно Это все реально Чтобы вы не расстроились Есть шесть столпов По Гартнеру Столпов доверия Из чего складываются Вот эти основы В первую очередь Важно Чтобы вы были честны С командой Чтобы вы соблюдали Этические нормы Чтобы вы были Открыты Ответственны Компетентны И последовательны Вот эти все блоки Их можно расшифровывать Последовательность Например Это Системное выполнение Обещаний Вот эти все блоки Важны Как никогда вместе То есть нельзя Взять один Вытащить его Из этой пирамиды Доверия И тогда все заработает Обратите внимание У вас Как у лидера И у вашей команды Должно быть Все вот это вместе Другой вопрос Что заниматься Можно постепенно Сначала проверить Как у вас С честностью Перед клиентом Насколько часто Вы позволяете Себе обманывать Или лукавить Насколько у вас С этичностью Насколько вы Открыты В своих коммуникациях И ответственны И так далее То есть Строить можно Последовательно Но важны Абсолютно все Есть мифы Это вот так Говорят руководители Или сотрудники Когда они хотят Заниматься нашей С вами темой То есть Когда они хотят Строить команду Говорят например Что если Заниматься людьми Строить сотрудников По принципу Хорошего отношения И доброго То кажется Что вы будете Безвольными И вас посчитают Тряпкой Например Я вот слышала Такое мнение Да вы что Я потеряю авторитет Управленческий Или Это не даст результат То есть Я пока буду делами Заниматься А не вот этой Вашей ерундой То есть Это воспринимается Тема Что трата времени Почему Потому что люди Не видят Немедленный результат Не всем дано Нельзя этому Научиться Это считается Каким-то Неотъемлемым Прирожденным Качеством Вот младенец Родился на свет И уже умеет Команду строить На самом деле Этому можно И нужно учиться Как никогда Наверное Еще есть Такое Перекладывание Ответственности Что этим Должен заниматься Другой отдел Например Те кто там Про людей Это же HR у нас Или там HR Специалист От меня это вообще Не зависит Меня не касается Каждый сотрудник В коллективе Ответственен За внутренние Отношения С другими Поэтому Переложить Эту функцию Ну никак нельзя Особенно Если вы руководитель Сотрудники И коллеги Это такие винтики Они для целей Поэтому Нечего с ними Там возиться Это эффективнее К ним относиться Как к роботам К инструментам Тоже такой миф Интересный Это знаете Происходит Когда в компаниях Меняется часто Состав людей Когда люди Массово Нанимаются Потом их увольняют Вот в этом случае Такой подход Имеет место быть И кажется Что тут Иногда Знаете Про разочарование Руководителя Который Понял Что что-то В людях Его надломило И он больше Не хочет верить Он больше не хочет Верить в то Что можно создать Команду Другого типа И он кажется Что Сменой людей Решает все вопросы Разом Приходят новые Они никого не знают И так Сработает Но при этом Есть последствия У этого подхода Требует много усилий На то Чтобы пересобрать Такую команду И они Потом Так же легко Относятся И к вам Как к лидеру И так же Относятся Команда Это как семья Вы себе Когда-нибудь Представляли Семью Из 20 человек Нет Ну Наверное Очень бывают Такие исключения Но по факту Когда компания Больше 3-4-5 человек Это уже Не про семью Друзья Это про Бизнес Когда мы Говорим Как семья Мы подразумеваем Совместные поездки За город Время провождения 24 на 7 И много там Того Что тянет Семья Как модель Клиент Ориентированной команде Нельзя относиться Как к семье Это разное Давайте всегда помнить Что у нас есть бизнес И есть бизнес цели И ну Еще есть мнение Что штрафы работают И наказание Лучше Всего на свете Да Это так Однократно работают И люди Действительно Боятся Страх Это сильный Мотиватор Сделать что-то Одноразово Быстро И Из нежелания Поэтому Здесь В этом мифе Подвох В слове Эффективнее Штрафы И наказания Неэффективнее А быстрее И действеннее В моменте Но это не то Что строит у вас Команда Поставьте Пожалуйста Какие-то знаки Плюсики Например Или Напишите словами Если вы все-таки Узнали Что у вас Какой-то из мифов Такой существует В голове Это Действительно Мне будет важно Значит Вам это близко Вижу плюсики Было когда-то Вы пишете Хорошо Значит Если было И прошло Это вообще Я вас поздравляю А если вы себя Сейчас узнали Это значит Вот само присутствие Здесь на этом вебинаре Для вас Я думаю Это точка роста Потому что Про эти мифы Нужно на самом деле Подумать Глубже Почему они у вас Возникли И как с этим Жить дальше Итак На самом деле Я хочу сказать вам Здесь и сейчас Что именно от вас Зависит Что этих мифов Больше не будет В вашей организации И какую бы позицию Вы не занимали Или подчиненного Или руководителя Не важно На самом деле Именно от вас Все зависит Если вы вдруг Оказались в культуре Такого знаете Болотца Вокруг все квакают Ну тогда Что вы там делаете Может быть Время сменить Все окружение То есть сменить компанию А в остальных случаях Если кто-то вам Ну с вами не ладит Или вы чувствуете Что у вас до этого Как-то все не происходило Хорошо Вдруг То самое время Поменяться Надо понимать Что когда вы Общаетесь с любыми Коллегами Даже с самыми Казалось бы Вредными Они не хотят Вам вредить намеренно Очень редко Когда человек Осознанно идет На работу Чтобы портить Другим жизнь Скорее всего Корневая причина Почему у вас Происходит что-то Неприятное В чем-то в другом И вы имеете Дело только с последствиями Поэтому я советую Посмотреть внимательно Постараться Понять того человека С которым у вас не ладится Или с целой командой Посмотреть на поведение Найти корневую причину И поработать с ней Иногда требуется Коуч Иногда требуется Психолог Чтобы разобраться Действительно глубоко Но это возможно Главное помнить Что люди Не хотят Осознанно Причинять вам вред Еще раз Чего бы у вас Не происходило На работе Клиента Ориентированная среда Это Это Как я говорил уже раньше Не просто Совсем Требуется много усилий Но Фокус здесь в том Что когда у вас Хоть чуть-чуть Получится Сдвинуть эту тему И построить Что-то новое Совсем иное Вы уже В любой другой организации Не сможете себя вести иначе Вы будете Даже в самых Токсичных средах Пытаться Построить Такой островок Результативной доброты Давайте вот так То есть Клиента Ориентированная среда Создается Постепенно И Вы к ней Привыкнете Так что Везде будете Ее насаждать Основы Клиента Ориентированности С чего она состоит Внутренне Это Культура безопасности Когда люди могут Общаться И обсуждать Любые вопросы И проблемы Открыто И не чувствовать Что их за это Накажут Это Среда В которой люди Активно Обмениваются Знаниями И развиваются Обучаются Это То место Где Все общаются Не просто Поговорить И забыть А там Где происходит Результат В коммуникациях И там Где есть Общие ценности Человечность Вот то Ради чего Мы возвращаемся И хотим Снова увидеть Этих людей Вот это Такой треугольник Основ Это самое-самое Важное Что должно Происходить В вашей организации Не бойтесь Что это Вот так Теоретически Мы перейдем К практическим Шагам Обязательно Преимущества Что вы Получите Мы уже Говорили о том Что будут Результаты Эффективнее И меньше Потребуется Напрягаться Для них То есть Меньше усилий Будут Чудеса С вами Происходить Это неожиданные Сверхрезультаты Когда вы Не ждали Помощи К вам Пришли Помогли Сделали Общую Задачу Еще Поблагодарили Вас За это Или Будут Сдвигаться Годовые Какие-то Кирпичи Цели Которые Вы даже Никогда Не думали Что Сдвинуться Причем По щелчку Пальца Потому что Коллега Захочет Вам Прокачались Лично Вы Ощутите Такую Добрую Полную Силу Энергию Просто Свернуть Горы Поверьте Переходим К практическим Рекомендациям Первое Как строить Именно Тактически Что делать Вот Прямо Здесь Сегодня Нужно Принять Решение Сделать Системно То что Вы Хотите Заниматься Вообще Этим Вопросом Просто Примите Решение И Примите Решение Что Этим Нужно Будет Заниматься Не в Один Наскок Потом Важно Посмотреть На себя Как в Зеркало А в Адеквате Ли Я Я Вообще Это Делаю Сейчас Нормально Или Мне Нужно Подучиться Дальше Вы Наметите Действия Про Которые Поговорим Попозже Составьте Перечень Правил Что Вы Будете Делать А Что Нет Это Например Я Больше Никогда Не буду Хамить Василию Петрову Потому Что Я Хочу С Наладить Отношения А раньше Я Ему Хамил Дальше Обучение Клиент Ориентированности Можно Учиться Можно Взять Тренера Привести Его В Организацию И Сделать Командное Какое Событие Которое Вас Прокачает Все Вместе Появится Общая Цель Задача Важно Еще Проводить Так Я их Назвала Утепляющими Встречами Это Когда Вы Приносите Кофе Или Пиццу Садитесь С коллегами Из другого Подразделения Или С вашими Подчиненными И Общаетесь На Конкретную Тему Знаете Желая Получить Настоящий Конкретный Очень Простой Результат То За Непринужденной Обстановкой Люди Начинают Больше Открываться Начинают Вам Делать один раз То Не Сработает Они Сначала Будут Подозревать Что Вы Что То Задумали И Что То От Них Хотите Если Вы Это Сделаете Просто Хорошей Традицией То На Эту Встречу Будут Приносить Важные Вещи Ну И Попросите Обратную Связь От Ваших Коллег Просто Спросите Как Им С Услышите Гадости Это Неизбежно Если Вы До Этого Делали Гадости То Вы Их Услышите А Иногда Вы Услышите Очень Удивительные Вещи Про Которые Даже Не Думали Потому Что Могут Коллеги Ваши Быть Совершенно Тактичны Беречь Вас На самом деле Хотя Казались Какими-то Буками Поговорите С ними И спросите Все Ли Их Устраивает Как Сейчас У вас Дела Итак Давайте Посмотрим На простые Сервисные Шаги Как Можно Сделать Клиентоориентированность Постепенно И последовательно Первое Считать Что Вы Хотите Сделать Клику Счастливым Это Можно Банально Какую-нибудь Шоколадку Принести Попить Вместе Чай Кофе Это Очень Простые Методы Иногда Просто Улыбнуться И Кажется Что Что-то Начнет Меняться Просто Потому Что До Этого Вы Всегда Смотрели На него Сурово В коридоре Или Вы Заметили Что У коллеги Что-то Не так Вы Спросите Чем Помочь А он Скажет Точно У меня Вот Стол Один Не могу Подвинуть Пойдем Двинем И Этот Очень важно Оперативно Четко Общаться Подсказывать Помогать Решать Проблемы Снижать Число Конфликтов Если Вы даже Конфликтуете Вы тот Человек Который Может Это Прекратить То есть Ваша Ответственность В том Чтобы Перестать Конфликтовать А находить Конструктив Спрашивать Обратную Связь Смотреть На процессы И на себя Самого Глазами Других И самое Главное Узнавать Про ваших Сотрудников Больше Чего-то Что вы Раньше Не замечали Пришел Человек И рассказал Что он Дом строит Вы про это Завтра забыли А если Его спросить Через два дня А как там Твоя крыша Как там Твой дом Просто Поинтересоваться Как дела И человек Просто Всплыхнет От радости Что вы Про него Подумали И знаете О нем Больше Чем обычно Шире Чем рабочие Задачи То есть Просто Слушайте Что вам Говорят И интересуйтесь Искренне Вашим Коллективом Вашими Коллегами Теперь Последовательно По блокам Что такое Оперативная Коммуникация Как вообще Ее организовать Первое Если к вам Приходит Какое-то Задание Или задача От коллег То Называйте Срок Когда вы Ее сделаете Или Называйте Прогнозный Срок Сдвигайте Его по Согласованию Но обязательно Говорите Когда Давайте На запрос Оперативный Ответ То есть Не ждите Сутками Не замалчивайте Коллега Ждет От вас Реакции Это может Быть Короткое Два Три Слова Но это Будет Ответ И если Вы Вдруг Не знаете Как Решить То Это Не просто Ответ Нет Я не могу А подсказывайте Куда Стоит Еще Пойти Этому Коллеге И кто Возможно Может Помочь Вы Таким Образом Цепочку Коммуникации Ему Не прервете Подскажете Очень важную Информацию Где он Может Решить Вопрос То есть Оперативные Коммуникации Это Один Из пунктов Без Которого Просто Никуда Дальше Важно Быть Вежливыми И этичными И это Поддается Тоже Тренировке Этому Можно Научиться То есть Не обязательно Всегда Улыбаться Важно Быть Сдержанными И дозировать Слова Которые Вы хотите Выдать Во внешний Мир Даже Если Вы В гневе На совещании Можно Притормозить Подобрать Слова Чтобы Не было Обидно Чтобы Было Именно Про Результат Про Некачественную Работу Но не Важно Быть Настроенными На Взаимодействие Что Вы Хотите Решить Вопрос Несмотря На То Что Что То Не Так И Важно Еще Это Самое Сложное Что Дается Руководителям Это Когда Кто Другой Не Очень Себя Ведет Вот Прям Грязные Какие-то Штуки Происходят С вами Вы Всегда Можете Держать Лицо И Состояние Равновесия Общаться С С Вами Не Очень Он Себе Позволяет То Что Не Должны Позволять Люди На Работе А Вы Из Нейтральной Ситуации Равновесия Такой Знаете Дзен Буддизм Такой Мне Все Нормально Я Человек Вот Если Вы Так Себя Ведете В Конфликте То Второй Человек Будет Подрастать До Вашего Уровня На Это Могут Уйти Годы Но Действительно Я Встречала Ситуации Когда От травли Люди Вдруг Переходили К Сотрудничеству Потому Что Это Становилось Выгодно Им И Они Видели Ваш Пример Как Кардинально Другой В коммуникациях Чем Они Встречали Раньше Раньше С ними Рубились Ссорились И Позволяли Себе Все Все Плохое А тут Пришел Человек Который Показывает Им Другую Модель Вежливую И Этичную Наорать Можно Это Я тоже Кричу Можно Кричать Без Задевания Личности Другого Человека Можно Кричать Про Работу Ну И Всегда Соблюдайте Как Это Улыбка На самом Деле Улыбка Радость Если Вы Счастливы То Дарите Это Вокруг И Даже Если Вокруг Люди Которые Угнетены Вы Просто Будьте Таким Солнышком Или Хотя Чтобы Вас Не Посчитали Таким Благожелательным Идиотом Иногда Я такое Встречаю Чего Он Там Вообще Все Время Смеется Как Можно Быть Счастливым 24 Часа Сутки То Хотя Вы Просто Ровным Приветливым Нейтральным Чтобы Сильно Не Раздражать Окружающих Снести Градус Радости Границы Это Очень Важно Иногда Доброту Считают Мягкостью И Кажется Что На Вас Можно Сесть Верхом И Ездить Кто Встречал Такую Ситуацию Когда Вы Делаете Что То Сверх Меры А Вам Потом Снова Снова Приносят Эту Задачу И Считают Уже Это Ваша Обязанностью Это Значит Ваша Доброта Посчитали За Мягкотелость И Не Оценили Это Друзья Тоже Нормально И Вот Здесь Важно Помнить Что Доброта Это В том числе Про Результативность Вы Себе Действительно Помогаете Если В определенный Момент Защищаете Свои Границы Говорите Нет Я Один Раз Помог Добровольно Но Это Не Моя Работа Прости Я Очень Хочу Тебе Помогать И В следующий Раз Если У меня Будет Время Я Помогу Но Я Сейчас Должен Делать Свои Задачи Еще Если Ваши Границы Перешли Не Старайтесь Сразу Обрубить Крылья Тем Кто Залетел На Вашу Территорию Старайтесь Быть Настроенными На Сотрудничество И Сказать В следующий Раз Приходи Поговорим Сегодня Просто Нет Времени Но Есть Люди С которыми Вы В единой Связке Настолько Что Даже Обсуждать Не Надо У Вас Общие Цели Делаются Телепатически Потому Что Вы На Одной Волне Вы В В сотрудничестве Плотном На Общий Результат Вот Для Таких Людей Делать Что-то Сверх Вашей Роли Всегда Приятно И Делайте Это Не Прекращайте Потому Что Таких Людей Союзников В Организации Бывает Мало Хотя У меня Их Много В Организации Но Это Самый Кайф Работать С Такими Людьми Поэтому Для Них Сверх Роли Всегда Приятно Что-то Сделать В Любой Момент Приду На Помощь Ответственность Что Такое Ответственность Это Когда Вы Говорите Да Я Ошибся Здесь Так Вышло И Это Моя Ответственность Я Виноват И Важно Сделать Из Этого Вывод И Откорректировать Если Все Идет Вообще Не Так Знаете Бывает Какой Кавардак Как Это Горящий Велосипед Несется Вы Должны На Него Впрыгнуть Остановить Поезд На Скаку Там Вот Это Все Когда В Организации Такое Вдруг Происходит Включаетесь С трезвым Холодным Умом И Сердцем Предлагаете Помощь И Помогаете Наладить То Вот Это Лидерское Качество Включиться И Помочь Хладнокровно Когда Все Паникуют Это Умение Взять Ответственность В том Числе Ну И Открыто Решение Вот Такой Проактивный Подход Это Тоже Про Пример Сервисного Лидера За Которым В том Числе Потянутся Коллеги Артефакты Это То Что Остается После Вас Это Тоже Способ Наладить Отношения С Коллегами Мы Часто Совещаемся Знаете Встречаемся Много Разговариваем И Ничего Потом Не Происходит Вот Подумайте Что Важно В вашей Совместной Работе Какую Ценность Пользу Принести Как Преумножить И Тогда Ваши Коллеги Будут Вас Ценить Больше А вы Получать Лучшие Результаты На самом Деле Поэтому Что Важно Делать Фиксировать Договоренности Формировать Полезные Документы И Записывать Все решения К которым Вы пришли Если Вы Не Пришли К решению То Возвращаться К этой Теме Собирать Снова Людей И Добиваться Решений Совместных Пускай Оно Будет Не Идеальным Но Компромиссным После Вас Должны Оставаться Ценные Следы Результаты Ну И Если У Вас Был Успешный Или Не Успешный Опыт Разделите Его С коллегами Расскажите О нем Пусть Пусть Этим Коллегам Будет Легче Потом Вы Ты Уже Это Попробовали Шишки Набили Рассказывайте О том Что Вы Делали И Как Обратная Связь Это Сложно Хочется Сказать Иногда Всем Что Они Вот Такие Сякие Сказать Неприятными Словами А Нельзя Друзья Очень Важно Говорить Конструктивную Обратную Связь Это По Делу Бережно Коллеге И будьте Готовы Слышать Такую Обратную Связь В Свой Адрес Нельзя Замалчивать О Промахах То есть Нужно Говорить Если Что-то Пошло Не Так Потому Что Мы В Бизнесе Нам Важны Результаты И Нужно Признавать В том Что У вас Есть И У Ваших Коллег Право На Ошибку Особенно Когда Учатся Молодые Руководители Поверьте Те Кто Попробовать Снова И Снова Вот Подумайте Насколько Часто Вы даете Это Право Другим Себе Еще Проще Как-то Ну да Я могу Ошибиться А у Других Тоже Оно Есть Это Право Ну и Не Ищите Виноватых Вот Этот Василий Пресловутый Он Вот Такой Секой Он Вообще Все Его Только Даже Давайте Обвиним Нашли Крайнего И Забыли Нет Друзья Очень Важно Найти Решение Подстраховать Вот Того Крайнего Сказать Что У тебя Есть Право На Ошибку Да Такая Ерунда Случилась Но Давай Подумаем Как Сделать Так Чтоб Она Больше Не Происходила Ошибаться Могут Все И Есть Исследование Про Пять Самых Важных Практик Как Управлять Командой Чтобы Возникла Клиенто Ориентированность Это Высоко Оценить Внутренних Клиентов То есть Ваших Коллег Сотрудников Развивать Гибкость Организации Это Про То Чтобы Меняться Корректироваться Когда Вы Делаете Выводы В том Числе На Основе Ошибок Создавать Корпоративную Культуру Внимания Это Про То Как Вы Относитесь К Людям Внутри Компании Отражать Клиенто Ориентированность В целях Компании То есть Написать Принцип Если Вы Руководитель Что Нам Важна Команда Сплоченная Команда Мы Внимательны К людям Мы Не Допускаем К ним Какого-то Некорректного Поведения Мы Всегда Держим Марку Ну И И Использовать Информацию О сотрудниках Для помощи Чтобы Им Помогать Развивать Обучать То есть Не Собирая Такое Досье Знаете Вот Как Иногда Интерпретирует Этот Пункт А Разговаривать С людьми Слушать И Слышать И Дальше Чтобы Они Вместе С вами Из Этой Ситуации Росли Особенно Это Хорошо С подчиненными Работает Люди Которые Выросли Вместе С вами Они Помнят Какой Вклад Вы Привнесли В это Развитие Есть Полезные Инструменты Саша Робинок Сегодня Будет Рассказывать Вам Мы Например В базу Знаний Складываем Полезную Информацию В том числе Как Беречь Клиентов То есть Целый Блог Про Клиента Ориентированность Мы Рассказываем Как Работать Внутри С сотрудниками Как Адаптировать Новичков Как Помогать Друг Другу Мы Используем Чаты Для Быстрых Коммуникаций Чтобы Как Раз Давать Оперативные Ответы У нас Это Инструмент Чат Мы Публикуем Новости Чтобы Держать Команду В курсе Событий Мы Делаем Такое Пиар Посты То есть Сообщения В живой Ленте В нашей Чтобы Рассказать В виде Благодарности Или в виде Поста Результата О том Что с нами Было И как Мы этого Добились То есть Важные Итоги Мы Делаем Встречи Команд Мы Работаем Дистанционно И Через Видеоконференции Звонки В том числе Как Инструмент Мы Общаемся Весплотиться Мы Введем Реестр Изменений Пишем Туда Что нам Нужно Сделать И когда Это Сделано Как минимум Двух Вариантах На новых Смарт Процессах У нас Вышел Такой Инструмент Или На Задачах В виде Красивых Карточек Канбан Мы Используем Различные Анкеты И формы Обратной Связи Опросы И все Это Бывает Анонимно Бывает Неанонимно Но мы Постоянно Собираем С людей С наших Сотрудников Информацию Каково Им Понравилось Или не Понравилось Что Меняем Что Интерпретируем По-другому Вот это Все Инструменты Еще раз Скажу Следующий Блог Будет Про них Подробно Здесь Я только Небольшие Подсказочки Для вас Подготовила Как Именно В моей Работе Я использую Битрикс24 Здесь Дальше Вам Бонус Всем Участникам Которые Сегодня Меня Слушают Или Смотрят В записи Я подобрала Список Книг Которые Вам Могут Помочь И вот Пожалуйста Здесь Достаточно Такой Большой Список У вас Будет Запись Будет Презентация Поэтому Просто Посмотрите Два Слайда Это Вам Такой Подарок От Меня Чтобы Вы Даже Если Прочете Хотя Бо Одну Книгу Вам Это Должно Помочь Я Уверена Вдохновить Вот Строить Все То О чем Мы Сегодня Говорим Ну И Я Хочу Вас Убедить Что Все В ваших Силах Вы Реально Все Сможете Поменять Главное То Что Все Все Возможно Давайте В это Поверим Я Точно Верю В вас Если Вдруг Будет Не Получаться Пишите Мне Я Бывает Выступаю Таким Мотиватором Помочь Подсказать А что Делать В конкретной Ситуации Так Что Обращайтесь Буду Помогать Еще Раз Мой Профессиональный Канал В телеграме Здесь Ссылочка Здесь Ссылка На Инстаграм Подписывайтесь Задавайте Вопросы В директ Если Что И Будем Вместе Строить Клинин Ориентированные Команды Компании В наших силах Все Благодарю вас За внимание Давайте Ответим На вопросы Марина Привет Еще раз Привет Слушай Честно На моменте Когда ты Рассказывала Что ты Тоже кричишь Я испытал Благоговейный Ужас Потому что Даже Жутко Себе Представить Что должно Происходить Чтобы ты На такое Перешла Очень было Здорово Очень интересно Несколько Вопросов Почти Задач Пара вопросов Есть от Меня Меня Как Потенциального Бизнесмена Интересуют Два Вопроса Это Когда И Сколько Начнем С первого Вопроса Это Когда Например Когда ты Хочешь тренироваться Пока ты Не увидишь Какие-то Первые Результаты Что у тебя Первый Мускул Пробивается Через Одежду Ты Не получишь Нужной Мотивации Возможно Забьешь И Когда Я в Компании Когда я Начинаю Вводить Клиенто Ориентированность Когда я Получу Первый Результаты И что Я вообще Должен Увидеть Чтобы Понять Что Мои Действия Действительно Работают Внезапная Улыбка От коллеги Который Никогда Не улыбался Будет Первым Результатом Или Благодарность От того От кого Не ждете Это Может Прозвать В любой Момент И Достаточно Быстро Мгновенно Первый Месяц Вы уже Заметите Такие Короткие Сигналы Как Птицы Весной Летят По чуть Чуть Постепенно А потом Это будет Как тропический Ливень Уже Там Следующие Месяцы Вас будет Все накрывать Все больше Больше Обратной Реакции И Где-то В течение Одного Года Вы Заметите Что Год назад Все было Вообще Иначе Была Там Пустыня А сейчас Растет Красивый Сад Но Первые Результаты Будут Достаточно Быстро Но Дадутся Возможно Непросто И тогда К следующему Вопросу Сколько Любые Изменения В компании Они же Все равно Введут Каким-то Издержкам Не обязательно Деньгам Это может Время И загруженность Ваших сотрудников Тяжело ли И затратно Вводить Такую культуру В компании Да Это очень тяжело Друзья Слайд Я такой Не стала Делать Это все Зависит От вашего Внутреннего Ресурса Энергии Сил Иногда Накрывает Абсолютный Пессимизм И это нормально Когда кажется Что вообще Ничего Невозможно Поменять Но Здесь Самый Важный Секрет Потихонечку Продолжать Делать Упорно И вот Это только Сработает Но это будет Не просто К сожалению Не просто Все что связано С изменением Культуры Это не просто Но возможно Да Коллеги Я напомню Что еще Вот сейчас Как раз Мы переходим К блоку Когда можно Вот задать Свои вопросы Марине Если вы еще Не добавили Их во время Эфира Вопрос Который Вы задавали Я сейчас Обязательно Марине Задам Сейчас у вас Еще есть Время Задать Эксперту В области Клиентского Сервиса Любые вопросы Которые вам Могут Пригодиться Марина Вот такой Был вопрос Скорее даже Комментарий Вот говорят Что термин Клиентоориентированность Устарел Сейчас Нет клиентов Есть только Партнеры Что ты На это Что думаешь Я думаю Что здесь Это все Лингвистические Штуки По факту Мы можем Называть Это просто Любыми Другими словами Важна суть Понятия Там Отношение К людям То есть Назовите Любой другой Синоним Я не очень Слышала Чтобы устарел Прям термин Может его Просто Не хотят Выговаривать Он сложный И длинный Но Давайте просто Называть Люди Человеки Слушай Очень Перешли Прям вопрос Действительно Философии И гуманизации Общества Мы копнули Сегодня очень глубоко Вот говорят А все Кто использует Битрикс24 И его внедряет Уже Изначально Выдающиеся Люди Имхо Да Выдающиеся Честно сказать Команда Битрикс для меня И наши партнеры Битрикс Для меня Это какой-то Удивительный мир Он дает Энергию Вот это все Делать Этот мир Поэтому Если вы еще Не с нами Подключайтесь В наш мир Битрикса Здесь волшебно Как клиентоориентированность Передавать Внутри Компании Например У меня есть Пять сотрудников Два из них Заряженные Прям клиентоориентированные Звезды Три Не очень И Есть ли возможность От этих двух Вот остальную компанию Как-то заразить И как это все Можно сделать Слушай Можно заразить Если вы У вас хоть один Союзник есть То все Организация Обречена на успех Если вы один То вам тяжелее А потихонечку Если вы вдвоем Вы просто Все поменяете У вас просто Ну уже конкурентное преимущество Ну вот как Вот все то Что я рассказывала В презентации Надо просто вместе делать Особенно это Знаете Вот бывают руководители Которые хотят поменять А у них есть партнер Какой-то Бизнес-партнер Вот если вы вдвоем Это делаете Или с каким-то коллегой С соседнего подразделения Также разделяете Эти ценности То там вот Самая магия происходит Договоритесь Вот с этими Союзниками И у вас результат Еще больше ускорится Вот Александр интересуется А как управлять эмоциями? К психологу Так Медитация Психолог Много работы над собой Вот это сложно Если вы сами Не управляете эмоциями Посылаете всех Идиотов Простите То это будет Ну Все о чем мы говорили До этого Не работать Потому что Если вы сами Ну не управляете Своими эмоциями То как вы можете Тогда управлять Людьми Качественно Приказами Манипуляциями Шантажом Это мы все умеем Да А вот как сделать По-другому Поэтому Вот самое сложное Да Стать клиента Ориентированным Самому к себе Ну вот Александр Еще до этого Как раз говорил Что ты вообще Не солнышко Ты посмотрел Какую-то часть Твоего выступления И вот Для себя это осознал Но кстати да Очень хороший совет Что это Тут надо работать Над собой Эмоции Это то Над чем можно поработать Можно Да Есть же целые Прям методики Как люди справляются С волнением Перед выступлениями Как обуздать эмоции Когда переполняет Это всему учатся Актеры в том числе Как вот И вызвать гнев И спрятать гнев И слезы И смех Этим можно управлять Это нам подвласт Нам и люди Вот тоже от Александра вопрос Клиентоориентированность Оправдана ли экономически Как объяснить клиенту Что ориентированность на него И его задачи Стоит денег Да не объяснить Это вот нематериальный ваш актив Он затратный По времени И по всему Но Не объяснить клиенту И не надо объяснять Это должно быть У вас в ДНК У вас это вшито Должно быть Вот в какую-то Вот основу Которую вы построите В организации И клиенты Это будут на уровне Чувств ощущать Им даже объяснять Не придется Они просто будут Знаете Как коты на валерьянку Приходить к вам Тут тоже Такой вопрос Родился Мне кажется Что клиентоориентированность Она уже перестала быть Ну что ли Роскошью в компании А по большому счету Клиенты уже ожидают Что вы будете Клиентоориентированы И они могут Ну просто забить Если вы не Клиентоориентированы Ну будут возвращаться К тем Кто клиентоориентирован Это не роскошь Точнее даже Это не надобность Слушайте Честно сказать Я встречаю мало Организаций С хорошо выстроенной Клиентоориентированностью Либо Это псевдопроцессы Когда говорят Что у меня Все хорошо с командой А поешь глубже Много чего Некрасивого происходит Либо это Ну прям Исключение Исключение Я к тому Что Если вы знаете Компании В вашем окружении Которые действительно Клиентоориентированы Равняйтесь на них И пускай Это будет Когда-нибудь Данностью А пока Это мне кажется Роскошь Друзья Тут спасибо Что вы поправляете Действительно Закралась ошибка В мой профиль У меня с буквой Ви пишется Имя Марина Ви Подчеркивай мне 007 в инстаграме Поэтому спасибо Что вы поправили Вот я еще раз Даю ссылочку Поправим Да Обязательно подписывайтесь Качественнейший контент Спасибо Про коммерцию Или этот термин Я думаю Имеется ввиду Клиентоориентированность Да Это про бизнес Точно Там Все что вы делаете В процессах В людях В команде Отражается на деньгах Поэтому Вам Просто нужно Ну понять Что это не сразу Падает Там копейка В карман А что это Более долгосрочная история Это фундамент Похоже на внедрение Автоматизации Кстати в компании Потому что В быстром Как-то времени Вы ничего не почувствуете Скорее всего Даже будут потери На длинной дистанции Выигрыш будет Вполне очевиден Да вы без этого Просто не сможете На длинной дистанции Просто Все А как мы жили до этого Вот такое будет Почему нет Почему не раньше Да Да А возможно ли Клиентоориентированность В маленьких компаниях Например 3-5 человек Да Это будет вам преимуществом Потому что Когда вы будете расти В более такую Большую компанию То вам уже будет легче Вот эти все люди 3-5 человек Станут вашими союзниками И будут помогать вам Растить сразу Клиентоориентированную компанию Так легче Ломать старое тяжелее Вот такой вот прям вопрос Чувствуется боль От нашего зрителя Смотри Клиентский терроризм Во-первых Мне сразу понравился этот термин Вот публичные жалобы Манипуляции Наглое хамское поведение Вот клиентам Имеем ввиду Очень подкашивает Дух команды И процессы Что с этим делать В глобальном смысле И компаниям И сотрудникам Есть Наверное Около 15 стратегий Как можно себя вести В зависимости от Типа террориста Этому Можно научиться Почитать Мне кажется Это отдельная Тоже тема В основном В основном Она касается Либо больших компаний Либо тех На кого там Какие-то конкуренты Натравливают Кого-нибудь Но вот Все 15 стратегий Не готовы Перечислить Действительно Надо смотреть По ситуации Сходу Совет не дам Потому что Очень разные Бывают террористы Бывают серийные Бывают действительно Там Хейтеры Бывают Ну Много Тема сложная Но надо понимать Что в любом случае У вас есть Как у организации Выбор Не работать С такими клиентами Если они к вам пришли В организацию Это первое То есть Выбирать С кем вы хотите работать Не забирать Энергию сотрудников Не работать с хамами Отказывать А если хам Пошел вовне Ну его просто Мама не воспитала То там просто Есть несколько Там стратегий Реакции Вас как компании Но ваш выбор Не работать с такими Пускай он Переучится Он может Ну Есть много Прекрасных клиентов Которые воспитаны С ними можно работать И это намного Дешевле получается Для компании Да И не так Отнимает силы И вопрос От Олега Когда вы приходите В компанию Как вы На конкретных Примерах Поднимаете Что компания Клиент Ориентирована Знаете Это хороший вопрос Когда я пришла В битрикс Там в один из дней Мне нужен был ноутбук Люблю этот пример Приводить И мне На ноутбуке Системные администраторы Не просто там Сложили сверху Зарядку Или мышку Положили И все Они мне там Написали записку Они мне настроили Сразу пароль Подсказали Как правильно Они мне установили Нужные приложения Вы уже будете Отличать Другие токсичные среды Сразу И думать Это не мое Да Вот Марин Кстати Вот вопрос И твой ответ В первую очередь Про клиентский терроризм И вот это хамство Он вызвал Большой отзыв В чате Возможно Кстати Это может стать Темой Этого следующего выступления Как вот работать С тяжелыми клиентами И кстати С тяжелыми сотрудниками Я думаю Это тоже довольно Интересная тема Потому что Такие вот террористы Они и внутри коллектива Появляются довольно часто Вы знаете Это тоже способ Защитить вашу команду Ваша клиента Ориентированность По отношению к команде Это защищать их В том числе Когда вы говорите В вашей команде Что я не позволяю С вами общаться так И у нас есть нормы Компании Это тоже Ваша политика Поэтому если к вам Приходят хамы Вы можете попросить Хама выйти И не оказывать ему услугу Потому что Это ваш выбор У нас В чатах поддержки Принято правило Что если клиент Матерится Мы отказываем ему В сервисе Даже в положенной Ему поддержке Потому что Это превышение Норм этики У нас плакали Девушки Сотрудницы Когда получали Там ведро помоев От человека Который пришел Ну по IT вопросу И у нас Принята норма Защищать сотрудников Мы отказываем Есть люди У нас есть серийные Ну реально Обзывальщики Которым нравится Сидеть и весь день Слать мат в чат И такие люди Просто висят На отдельной Нейтральной линии Куда они пишут В никуда Потому что Это не нужен туда человек Туда нужен психолог Поэтому Вот я специально Привожу вам этот пример Что мы как компания Защищаем своих сотрудников И вот этот терроризм Он недопустим В нашей компании Вы можете тоже Принять такое правило Вот принцип Клиент всегда прав Он работает в том Что у террориста Какая-то проблема Но если он не может Успокоиться После ваших просьб И не принимает Не берет себя в руки То сервис Вы ему оказывать Не обязаны Поэтому защищайте Пожалуйста Ваших сотрудников Установите Минимальные нормы Допустимые Как у нас там Нельзя вытирать руки О занавеску У нас там Нельзя плевать на пол Но есть какие-то Банальные вещи Которые можно Случить Да Вот Очень хороший ответ Марина Вот как раз На этой теплой Позитивной ноте Я думаю Мы постепенно Будем заканчивать Спасибо тебе большое Что присоединилась Поделилась Это безумно ценной информацией Я думаю Коллеги Нашли ответы На много своих вопросов Поэтому если вам Понравился Рассказ Марины Обязательно напишите Что-нибудь хорошее Напишите ей теплые слова Я думаю Марине будет безумно приятно Да Спасибо тем, кто слушал Рада видеть знакомые лица Тут еще раз Передаю привет Всего хорошего Вам Хорошего дня Спасибо тебе большое Марин Так, коллеги Мы теперь тогда Переходим Ко второй части Нашего вебинара Уже подключаюсь Я расскажу Про то Как инструменты Bittrex 24 Помогают настроить Клиентоориентированность Еще раз представлюсь Меня зовут Александр Рабинок Я занимаюсь Helpdesk Bittrex 24 Сегодня должен был Выступать Сергей Кулешов Но, к сожалению Сергей приболел Нет голоса Не в форме Поэтому Сергей Передаем Самые теплые слова Надеемся Что скорее поправишься А мы будем Сегодня начинать Сегодня обязательно Будет очень интересно Коллеги Призываю вас Также Задавайте вопросы Буду рад на них Ответить И по ходу вебинара И в конце Для тех Кто не работал С Bittrex 24 Или С трудом представляет Что это такое Bittrex 24 Это целый комплекс Инструментов Он включает в себя Практически все Что нужно Для работы Вашей компании Это и Ваш онлайн офис И Таск трекер Все что связано С продажами И коммуникацией С вашими клиентами И вот мы На примере Всех этих инструментов Обсудим И то Как поработать С внутренним клиентом И Также Зацепим То Как мы работаем С нашими клиентами Самое первое Когда вы общаетесь С вашим клиентом Это найти Какие-то точки контакта То есть Как-то с клиентом Прокоммуницировать Чтобы можно было В итоге ему что-то продать Что-то в итоге Можно было ему Предложить В Bittrex 24 Большое количество инструментов Для этого У нас есть целый блок Контакт-центра Что это такое Это по сути Агрегатор всех каналов Как вы можете Пообщаться с вашими клиентами Это и соцсети Это мессенджеры Это сейчас мы даже Добавляем рекламные площадки Очень большое количество Источников Того Как ваш клиент К вам может прийти Чтобы ваши менеджеры Могли с ними Как-то пообщаться Что-то им предложить И все это Естественно Автоматически Фиксируется в CRM Вам вручную Ничего не нужно делать Это очень полезно То есть Менеджерам Это упрощает работу Они могут сфокусироваться На том Что действительно важно Какую-то рутину Что-то Что можно отдать На автоматизацию Это всегда Можно сделать С помощью Bitrex 24 В контакт-центре Есть большое количество Инструментов Это не только Что я сказал Агрегатор рекламных каналов Он позволяет вам Сразу настроить Сразу настроить И телефон Телефон Это все еще Популярный Возможно Даже такой Обязательный Инструмент Для работы Бизнеса Но это мы тоже Чуть затронем Почта Соцсети Менеджеры Мессенджеры И огромное количество Инструментов управления То есть Вы можете построить Систему КПИ Очень часто Спрашивают А можно ли построить Колл-центр Возможно Целую систему Поддержки Да, коллеги Все это можно сделать И подробные Есть отчеты Подробные Есть инструменты Аналитики Чтобы понять Вообще Туда ли вы двигаетесь Все ли правильно Происходит В вашей компании Хорошо ли работают Ваши менеджеры Очень важный инструмент Это маршрутизация Входящих обращений То есть Когда мы говорим Про телефонию Мы к этому Уже постепенно привыкли Как звонки Распределяются В многих компаниях Сейчас Чаще В бизнес Переходят На работу С чатами Чаты Это все более Популярный инструмент Коммуникации С клиентами Более того Для многих Это действительно Предпочтительный вариант И я Прекрасно знаю Многие компании И клиентов Даже Для которых Неприемлемо Что ли Звонить по телефону Они считаются Каким-то Внедрением В личное пространство Человека Поэтому Вы можете Настроить Сразу Несколько инструментов Для того Чтобы распределить Обращение Ваших клиентов И настроить Эту систему Поддержки Внутри компании Кроме того Есть автоответчики Есть быстрые ответы Про них я тоже Расскажу Буквально Чуть-чуть Через пару мгновений И все это Настроено для того Чтобы ваши менеджеры Занимались только тем Что им нужно Не тратили время На какие-то сложные Маленькие операции Они в итоге Отнимают Очень много времени Та же самая Система Быстрых ответов Вы можете Какие-то Типовые ответы Всегда Создать из них Список какой-то И чтобы ваши менеджеры Могли брать Готовый ответ Который вы Часто используете Отправлять его Сразу клиенту Не вбивать это Руками Лишний раз Порой Это могут быть Целые большие Варианты ответов И вот там уже Я думаю Сразу понимаете Что это Отнимает Очень много времени Это уменьшает Нагрузку операторов Они тоже Более довольны У них больше энергии Они могут потратить Ее на то Чтобы с клиентом Общаться А не заниматься Какими-то Механическими Процессами Боты У нас есть отдельная Возможность поддерживать Бот-платформу Есть отдельная Документация Отдельные целые курсы Про то, как работать С бот-платформой На Bitrix24 И вот один из популярных Ботов, который у нас Вот сразу встроен В открытой линии Это бот-платформа Для отправки гифок То есть она берет гифку Забавную картинку Из гифи И отправляет ее Вашему клиенту Конечно, не для всех Внешних клиентов Это может быть Уместно Ну, учитывайте Тон оф войс Который вы используете В вашей компании Возможно, где-то Это действительно зайдет И ваши клиенты Будут только рады Вот получить такую картинку Но, кстати, когда мы говорим Про внутреннего клиента Это действительно здорово заходит Потому что внутри компании Но мы все находимся В более-менее Таких приятельских отношениях И вот Разбавить текст Разбавить какой-то Такой рабочий вопрос Забавная гифка Это всегда здорово Это улучшает взаимодействие Внутри команды Как-то сплочает Вот Марина не зря говорила Про сплоченность команды И вот Работу с внутренним клиентом Это вот такой маленький инструмент Но в итоге Он чуть-чуть дает нам В этом направлении Это было Что касается Общения с внешними клиентами Инструмента Контакт-центра Сами видите Это очень большой блок Который позволяет Настроить все коммуникации С клиентом Практически Которые возможны Сайты Сайты Это еще один большой блок К вам могут прийти клиенты Без сайта Современный бизнес Сейчас уже представить себе тяжело Битрикс 24 сайты Это полноценный инструмент Полноценный конструктор сайтов Мы говорим именно про конструктор сайтов Потому что никакого кодинга Там не требуется Вам не требуется Искать разработчика Нанимать программиста Чтобы вам написать сайт Вы все можете делать самостоятельно Кроме того Сайты уже адаптированы Для мобильных устройств Они уже адаптированы Для поисковиков Вам не надо переживать За хостинг То есть сайт будет храниться На наших серверах И естественно Обращения ваших клиентов С вашего сайта Они также автоматически Попадают в CRM Мы говорим про очень простой конструктор У нас уже есть большое количество Готовых блоков на сайте Мы это количество постоянно Расширяем Постоянно добавляем Это как тематические сайты Для праздников Там 8 марта 23 февраля И что-то подобное Так и целые блоки Сайтов для конкретного бизнеса Вы можете Если ваш бизнес Напрямую попал В тот шаблон Который представлен Можете спокойно Ставить себе сайт Чуть подправить какие-то элементы И добавить В свои фотогалереи Видео Добавить в CRM формы Чтобы клиенты могли К вам обратиться И по сути Ваш сайт уже готов Можете его опубликовать И ваши клиенты уже могут К вам прийти Большое количество шаблонов Как я уже сказал Можно настраивать Свою цветовую палитру Чтобы как раз Все было В ваших корпоративных цветах И полностью подходило Под все ваши требования Виджет на сайт Что это такое? Я думаю, вы часто видите В правом Чаще всего в правом нижнем углу Вот как у нас на скриншоте Есть вот такая вот кнопочка Где вы можете Написать в чат Написать в соцсети Как-то связаться с Менеджерами Связаться с Консультантами Чтобы вам что-то подсказали Что-то выяснить По сути Это основной из каналов Как к вам будут приходить Клиенты через сайт И уже практически Трудно представить себе Сайт без такого виджета И мне, кстати Часто довольно приятно Видеть, когда Наш виджет На каком-то сайте находится Узнаю И это Очень здорово Можете добавлять туда Абсолютно разные каналы То есть не только чат С вашим консультантом Можете добавлять Вашу Не знаю Группа в Вайбере В Телеграме В ВКонтакте Можно просто Заказать, кстати Обратный звонок Чтобы ваш клиент Оставляет номер телефона А вы потом ему Перезваниваете Виджет позволяет вам Как раз настроить Коммуникацию с вашими клиентами С помощью вашего сайта Еще раз Подводя итог Вот Битрикс 24 сайта Это уже готовый инструмент Для того, чтобы вы Создавали свои сайты Делали это просто Без нервов И все Что должен в себя Включать современный сайт Это и коммуникации С клиентами Подготовку Для Поисковиков Естественно Адаптированность Под мобильные устройства Все это у нас Есть Это очень упрощает Работу вам Как целой компании Вы не тратите время На какие-то сложные процессы Потому что Создавать сайт На Битрикс 24 Действительно Довольно просто И вы не можете Вам не нужно Переживать за это Персданные Да Вот этот вопрос Нужно подчеркнуть Отдельно Потому что По законодательству Когда мы Общаемся с нашими клиентами Получаем их Контактные данные Мы обязаны Соблюдать закон Что мы Получили согласие От клиента На сбор Его персональных данных Конечно же В Битрикс 24 Это предусмотрено И вам не нужно Переживать За то Что вам Кто-то придет С какой-то проверкой Далее Про то Как сохранить клиента Поработать с клиентской базой Естественно Любые контакты С вашими клиентами Нужно фиксировать Сохранять Потому что Все это пополняет Вашу базу И вы потом Можете далее Работать с вашими клиентами Как вот верно Сказала Марина Продать вашему Существующему клиенту Кому-то Кто уже Что-то покупал Значительно дешевле И Что вам надо Зафиксировать Что вам важно Это основной канал связи То есть Как вы с клиентом Общаетесь Естественно Если вам клиент Пишет в Группу ВК Например То он ожидает Получить ответ Также в группу ВК Если он вам Пишет на почту То И вы должны Отвечать ему на почту Далее Указываете В карточке Вашего клиента Определенные признаки И свойства Которые могут Повлиять на то Как вы с ним Общаетесь Есть ли значение В какой отрасли Работает клиент Есть ли разница Мужчина или женщина То есть И меняется ли у вас Что-то от этого Абсолютно разные Могут быть признаки И все они важны Для каждого Конкретного бизнеса Что для вас Имеет значение Вы всегда можете Добавить это В карточку клиента И кроме того В карточке клиента Фиксируются все действия Которые производил клиент Или производили Ваши менеджеры При общении С клиентом Это и тексты Сообщения Они фиксируются В карточке Записи звонков Любые общения То есть Когда вы Например Планировали какие-то встречи Как прошли встречи Что мы еще планируем Это все В карточке клиента И это тоже Очень хорошо влияет На клиента ориентированность Например Когда вы звоните В какую-то компанию И беру трубку Например Я звоню куда-то Я беру трубку Там уже Здравствуйте, Александр Я понимаю, что меня узнали Я понимаю, что я что-то значу Для этой компании Это влияет На мою Лояльность К бренду И возможно Эта теплота С которой меня встречают И что меня узнали Она повлияет на мое решение Куплю ли я что-то еще Да, вот то, что мы говорим Про работу с текущей базой Работа с текущей базой Это всегда Очень важно Почему? И по одному исследованию Западному исследованию 64% компаний Теряли клиентов Из-за недостатка внимания Заботы и сервиса То есть По сути Какая-то компания Она лишилась Какой-то новой сделки Потому что вовремя Просто не пообщалась С нашим клиентом И все Клиент ушел Чтобы вы понимали Порядок По-моему 15% всего клиентов Из этого По этому же исследованию Уходят Потому что Их не устраивает цена Естественно Это вот Внимание к вашим клиентам И их Вот то, что мы говорим Сегодня про клиента Ориентированность Это очень важный момент Про который нужно говорить И сервис маркетинг Это как раз Инструмент того Как мы работаем С нашей текущей базой По сути Такой инструмент Рассылок По сегментам клиентов Что такое сегмент клиентов Это по сути Какая-то группа Из всей нашей клиентской базы Для которых Мы делаем рассылку И делаем какое-то Предложение Они Разбиваются По признакам То есть Опять-таки Где живет человек Может там Опять-таки Мужчина Женщина Что мы уже делали Возможно Мы делаем рассылку По тем клиентам Которые у нас Уже что-то покупали Возможно К тем Кто Вообще Постоянно Что-то делает Кто-то Кто пришел Но ничего не купил И естественно Мы делаем рассылку По тем каналам Когда к нам Откуда к нам Клиент приходит Тоже Если он написал нам Смс Или позвонил с телефона Естественно Что мы Будем писать ему По Тому каналу Который он К нам Обратился Поэтому Сегментируйте Аудиторию Внутри Вашей СРМ Сегменты Бывают динамические Сегменты Бывают статические Динамика Статика Тут в принципе Все понятно Динамика Что-то Что никогда Не меняется Статика Что-то Что меняется Постоянно Ну например Динамический Сегмент Это Ну опять-таки Мужчина и женщина Всякое может Конечно случиться Но практически Этот параметр Меняется довольно редко Статические Сегменты Это что-то Что при каждой Рассылке Мы высчитываем Заново И что-то Что будет Постоянно Меняться Например Клиенты Которые Купили у нас Месяц назад Естественно С каждым днем Этот месяц Пересчитывается И мы Каждый раз Будем получать Разные сегменты Клиентов На кого мы будем Это отправлять Кроме того Есть уже В Bitrix24 Подготовленные Сегменты Которые вы можете Сразу использовать Чтобы делать Рассылки Вашим клиентам Каналы коммуникации Какие поддерживаются Каналы коммуникации Их довольно много Для рассылок И классические E-mail рассылки Возможно делать SMS рассылки И даже делать Голосовой обзвон Тоже в некоторых Сферах бизнеса Это заходит Чтобы позвонили И прям голосом Вам сделали Какое-то предложение Которое От которого Невозможно Отказаться Все это Можно настроить Также есть возможность Запустить рекламу Facebook и Instagram Кстати вот буквально Недавно мы обновили Еще и этот инструмент Теперь создавать рекламу Еще проще От вас требуется Еще меньше действий Можете прямо Из Bitrix24 Создать готовую Рекламную кампанию В том сервисе Который вам нужен И сразу же Ее и запустить Роботы и триггеры Это инструмент Автоматизации Еще один Из инструментов Как можно разгрузить Ваших менеджеров Оставить им Время и силы Заниматься нужными делами Это по сути Инструмент того Что мы автоматизируем Практически любые процессы В компании Триггер Это что-то Что запускает Робота Какое-то действие Вашего клиента А робот Это что происходит Когда Сделка Переходит Например На какую-то Стадию То есть клиент Клиент Нам прислал Письмо И сразу же Мы направляем Эту сделку На менеджера Который работает С письмами Может там уже Какая-то измененная Сумма сделки Мы направляем Нашего вип-менеджера Видим, что сумма Очень большая Поэтому роботы и триггеры Это очень Такой мощный инструмент Как можно автоматизировать Вашу компанию Чтобы менеджеры Не ошибались То есть Человеческий фактор При работе со сделками Всегда Нужно Понимать, что он будет И чтобы не упустить Какие-то действия Чтобы все произошло Автоматически Это и быстрее И меньше возможностей Ошибок Мы всегда рекомендуем Настраивать роботы и триггеры Это очень удобно Есть большое количество Сценариев Того, как это можно Что можно настроить Это и планирование Следующие продажи Справедливости Задач Ожидание рекламной Ожидание реакции Клиента Это только Вот Те примеры Это часть Примеров Того, что можно Автоматизировать На самом деле Их, ну Наверное Бесконечное множество И все можно Организовать По поводу Работы с внутренним Клиентом Это уже мы говорим Не про дистанционную А гибридную работу Потому что сейчас Компания переходит На такой смешанный режим Когда нужно поддерживать Оба режима работы И в B324 Есть большое количество Инструментов Того, как можно По сути Организовать Ваш онлайн офис Чтобы Тот привычный офис Когда мы приходим Можем потрогать Кого-то из наших клиентов Наших коллег Кому-то крикнуть Что-то посоветовать Сейчас По понятным Причинам Гибридная работа Становится все популярнее И инструменты B324 Помогают все это Организовать Очень популярный Сумер Структура компании Что это Такой по сути Вы делаете Иерархию Ваших отделов И Кто кому подчиняется Кто кем руководит Особенно Когда мы говорим Про удаленную работу Возможно Во всех своих сотрудников Вы в лицо не знаете И не знаете Как работает Ваша компания Инструмент поможет Как раз все это организовать К тому же Он очень важен И для других инструментов B324 Например Руководители Могут видеть Задачи Отчеты Своих подчиненных Поэтому очень важно Этот инструмент Настроить Профиль сотрудника Очень здоровская тема Позволяет Тоже вашим Коллегам Узнавать Друг друга И вот Есть В профиле Отдельный блок Это благодарности Это такой вариант Как бы Мотивации Но Нематериальный Это всегда Публичная Какая-то благодарность Она Мотивирует сотрудника Греет душу А кроме того В B324 Эти вот Публичные благодарности Они накапливаются В профиле сотрудника Он может их постоянно видеть И Это такой Долгосрочный вклад В то что Ваш сотрудник Будет в хорошем Настроении Ну и к тому же Это тоже позволяет Вашим сотрудникам Друг друга Узнать Чат Естественно Без чата Мы сейчас никуда Чат позволяет Общаться внутри компании Как людям Отдельно Друг с другом Так и в целом Можно организовывать Групповые чаты Чаты компании Вообще всей И там Друг с другом Общаться Живая лента Уже Она называется Лента Новостей Это такой По сути Вариант Блога компании Вариант того Как можно обсуждать Вопросы в компании Она экономит Ваше время Потому что Вы сразу добавляете Нужных сотрудников Нужных получателей Они видят Нужное сообщение Прямо там После получения Они могут Обмениваться Информацией Эту информацию Они Там хранят И в дальнейшем К ней можно Обязательно вернуться Это очень популярный Инструмент Общения Внутри компании Он ускоряет Коммуникации В разы Видеосообщение Тоже очень популярный Инструмент Для Наверное Руководителей В первую очередь Можно отправить Видеосообщение Вашим сотрудникам Они его Увидят Вы можете им Что-то передать Какую-то эмоцию Знаем также Примеры Что многие Сотрудники Точнее многие Руководители Предпочитают Вот так вот Использовать Видеосообщение Потому что хотят Передать эмоцию Или передать Какое-то Ну Я знаю даже Примеры Когда людям Просто лень Все им лень Ставить задачу Они такие Я запишу Видеообращение Всем кому надо Покажу Они всю информацию Знают И вот в живой ленте Вы можете Это Сохранить И потом Вашим сотрудникам Показать В календаре Понятный Вполне инструмент То есть Внутри Видеосообщение Вы можете Планировать Работу Вашей компании Планировать Все события Которые возможны Здесь я думаю Останавливаться Подробно Не будем Поговорим немного Про эффективность Команды Как настроить Инструменты Чтобы ваши Сотрудники Просто эффективнее Работали Есть у нас Полноценный Такой Тасктрекер Он даже Он значительно Шире чем Тасктрекер Это наш блок Задач и проекты В сути Наверное Каждая компания На этапе Своей работы Витрик 4 Задачами работает Для большинства Компаний Это чуть ли не Основной инструмент И начиная Работу С Битрик 4 После организации С этого онлайн офиса Очень часто люди Переходят к работе С задачами Мы поддерживаем Все популярные Методики работы Это и Канбан Мой план Диаграмму Ганта Вы можете Для себя подобрать Какая методология Вам подходит Больше Подходит для вашей Сферы бизнеса И ее использовать В работе С задачами Для выполнения Любых Необходимых задач Эффективность Вот очень интересный Такой инструмент Позволяет смотреть Как сотрудники Уполняют задачу Насколько вовремя Они ее делают То есть если У нас эффективность Сначала 100% Кто-то не успел Она падает Эффективность у нас Понижается И вы как руководитель Можете смотреть А кто вообще Вовремя укладывает С исполнением Своих задач Знаем Что такое Можно использовать Например Для построения КПА в компании Ну и просто Чтобы отслеживать Тех сотрудников Которые Ну возможно Саботируют работу Или находить Наоборот звезд Кто всегда идеально Со всем справляется Кроме того Для руководителя Видно сразу Эффективность Всех их сотрудников А каждый Сотрудник сам Может зайти на свою Страницу Личной эффективности Посмотреть вообще Как он вывозит Не вывозит Все ли у него там Хорошо Рабочие отчеты Конечно же Мы поддерживаем Вариант тоже Повышения трудовой Дисциплины Когда ваши сотрудники Например в конце недели Пишут свой отчет Что сделано За эту неделю Также есть вариант Написать и план На следующую неделю То есть что вообще Запланировано На следующую неделю Вы так как руководитель Можете потом приходить Смотреть Сравнивать Что ты там Дорогой пообещал Вот это сделать А ты вот это не сделал Давай-ка обсудим Может что-то не получилось Может вообще Не в человеке проблема И вариант Использования Работных отчетов Это вы можете Как руководитель Держать руку на пульсе И смотреть вообще Что происходит В вашей компании Особенно когда мы говорим Про удаленную работу И сейчас не все Трудно контролировать Сотрудника Который сейчас Не с вами рядом сидит И вы на самом деле Не видите вообще Чем он занимается Важный инструмент Для автоматизации работы Это бизнес-процессы В каждой компании Есть свои рутинные процессы Которые выполняются Наверное постоянно Это например Нужно взять больничный Идти в отпуск Подписать какие-то документы И чтобы вам не нужно было Ходить Постоянно искать Какого-то сотрудника Мы автоматизировали Этот инструмент Чтобы вы запускаете Один раз бизнес-процесс И в дальнейшем Он сам движется Сам подключает Нужных сотрудников И автоматизировать Можно практически Любые процессы компании Да, наверное, вообще Любые процессы компании Чтобы потом Работа упрощалась Это опять-таки Очень клиент-ориентированно Когда мы говорим Про внутреннего клиента Потому что очень Раздражает Это очень тяжело Вот так вот Ходить, искать нужных сотрудников Отнимает много сил Много энергии И вот такой вот Вариант автоматизации Когда просто через пару кликов Вы берете отпуск Или подписываете Какой-то документ Это очень удобно Управление знаниями Опять-таки Вот Марина затрагивала Эту тему То есть Как вообще хранить знания Внутри компании Передавать опыт Один из самых Таких популярных инструментов Это база знаний База знаний Это по сути Такой внутренний сайт Вашей компании Где вы храните Какие-то знания База знаний Часто бывает Для целой компании Чтобы передать Какую-то информацию Вообще для всех Возможно для новичков Что вообще Как мы работаем Любые важные документы Которые нужно принести Часто бывает База знаний Профессиональные Когда чуть ли не в каждом отделе У них есть база знаний Когда они рассказывают Друг другу А как мы работаем Это все очень ускоряет Процесс и адаптация Новичков Действительно Передача данных И когда Например у вас уходит Опытный сотрудник То вы можете Ну попросить его Передать какую-то информацию Сохранить его в базе знаний Чтобы опыт из компании Не уходил И вы всегда могли Продолжать с ним работать Битрикс Битрикс 24 диск Это по сути облачное хранилище Где вы можете хранить Все файлы Которые вам нужны Организовать свою структуру Чтобы не пользоваться Вообще Всеми сервисами Которые есть на земле Вы можете для себя Организовать ее сразу Внутри вашего Битрикс 24 диска Использовать эти файлы В задачах В CRM В календаре Вообще где угодно То есть это облачное хранилище Внутри вашего портала Очень упрощает работу Прошу прощения Поиск Конечно же Внутри Битрикс 24 Есть умный поиск Вы можете найти Практически все Что угодно Он позволяет искать Во всех блоках В вашей компании И в задачах И в CRM Вы например Помните Что обсуждали Какой-то вопрос Можете ввести его В поле поиска И он покажет В CRM Возможно Вы обсуждали Возможно В задачах Может там В живой ленте Был какой-то пост Найти нужное знание Мгновенно И очень удобно Группы Естественно В вашей компании В вашем коллективе Люди будут Собираться в группы Какие-то рабочие группы Какие-то естественно Нерабочие Есть также возможность Организовать проекты В которых уже есть Конкретные сроки Чтобы дальше Двигаться именно По срокам Этого проекта Но естественно Организовать Какую-то конкретную группу людей И например Постить информацию Только на ту группу Которая нужна Вы можете И Не подключать Уже к этому Каких-то Отдельных Личностей Которых не хотите Делиться Кстати Можно в эти группы Также включать И внешних пользователей Которые Ну Не работают В вашем Битрикс24 Но они Могут работать В какой-то Рабочей группе Поговорим Также о дополнительных Возможностях Мы поговорили Про основные Инструменты Которые существуют Но также Есть и Дополнительные Возможности У нас есть Маркетплейс Приложений Битрикс24 Более тысячи Приложений Которые вам будут доступны С подпиской на Битрикс24 Маркетплюс Что это вообще такое? Это маркетплейс Приложений Вы можете по единой подписки Скачивать Устанавливать и устанавливать Устанавливать все приложения Которые вам будут нужны Это все готовые сценарии Которые позволят вам Расширять работу Своих Инструментов Расширять работу Своего Битрикс24 И решать любые вопросы Которые вам Могут потребоваться И все это Опять-таки Доступно По единой подписке Я подготовил Такую небольшую подборку Того, что вы можете Вообще установить Это отчеты Например, по сотрудникам Можете смотреть Монитор загрузки Какую-то HR-статистику Блоки даже По геймификации Есть большое количество Блоков Точнее, приложений По организации Работ сотрудников Это целый свой Helpdesk Можно организовать Какие-то инструменты Для обучения И тестирования Чат-боты Кстати, очень интересная тема Мы ее затронули Сегодня вскользь Но вот Есть большое количество Чат-ботов Которые Помогут вам Организовать работу Это и Менеджер-бот И вот CRM-ассистент Есть также Свой конструктор Чат-ботов Который позволит Вам создавать Свои боты Самостоятельно Есть также Очаровательный Бот Лиза Большие инструменты Для автоматизации Кроме бизнес-процессов И смарт-процессов Которые мы Сегодня затронули Дополнительно Есть возможность Автоматизации Это вот только Три из них На самом деле Их огромное количество Чтобы вы могли Организовать любой Процесс вашей компании И, конечно же Шаблоны сайтов Сами видели Что их огромное количество Но, естественно Наши партнеры И разработчики Добавляют постоянно Новые шаблоны И вы можете Добавлять те Которые вам Будут нужны Чтобы реализовать Любой процесс Вашей компании И создать тот Сайт Который вам Будет нужен Что ж Коллеги Постепенно Мы будем Постепенно Мы будем Заканчивать Да Вот вижу вопросы Давайте на пару вопросов Восстановимся Хотели сделать Конвертацию Живой ленты В базу Будет ли пока Вот, коллеги Такое не предусмотрено База знаний И вот Ленты новостей Все-таки Другие инструменты Решают Несколько Разные функции Можно сделать ссылку На чат Ну, пока Тоже Такого нет Да, коллеги Что ж Постепенно Будем заканчивать Как и обещали Полтора часа Нашего эфира Очень надеемся Вам Наш Вебинар Понравился Если вам понравилось Напишите, пожалуйста Если вы хотите Услышать что-то На следующих вебинарах Также оставляйте Обратную связь Будет невероятно Приятно Все это прочитать Мы обязательно Все это проанализируем Учтем И дадим вам Тот контент Который Вам будет нужен Да, коллеги Вижу Большое спасибо Что ж, друзья Постепенно Будем заканчивать Сегодня для вас Работали Марина Вострикова Александр Рабинок Ждем вас На наших Следующих вебинарах Спасибо большое Что сегодня К нам присоединились До встречи Субтитры сделал DimaTorzok